Так, сейчас, значит, я закрыла видео, и такая, думаю, пойду лицо смою и поработаю с девочкой по поводу отношений. Ну, или там на завтра с ней договорюсь. Решу, как она там, может, не может. И мне попадается сообщение, прям сразу первое читаю. Нелли, привет! Я тебе очень благодарна за уделённое время. Я хотела же записаться к тебе на индивидуальную работу, вот. Вот, но у меня не получилось, короче, потому что что-то постоянно не получается. Не получается никак тебе деньги перевезти, мы с оплатами уже, там, неделю бьёмся, да. Ну, а она за границей, тоже не в России. Короче, какие-то постоянно трудности. И она говорит, а меня ещё сегодня с работы уволили. Ну, типа, вообще пипец, короче. Вот, поэтому я тебе в благодарность просто перевожу 100 евро. Просто большое спасибо, хочу тебя поблагодарить. Ну, вот за, ну, просто вот за то, что ты есть. И я такая, блин! Ещё один знак. Она, наконец-то, мне подтвердила, что я разрушила с тем львом свой контракт. Дело в том, что в последнее время у меня маячил один человек, с которым нужно было разорвать контракт. Сколько бы я ни разрывала, у меня не получалось, но мне надо было с ним разорвать контракт. И, короче, она подтверждает, что мы с ним... А на нём держится моя деятельность тоже. Вот, которую я хочу убрать. Ну, я хочу... Мне надо её трансформировать. Мне надо по-новому всё начать делать. Я не могу вот это разорвать старое, и там человек замешан. Мне надо было с ним контракты разорвать. И, короче, она говорит, я потеряла работу, ну, всё. Я ей говорю, блин! Ты отражение меня! Ты просто не представляешь, что тебя сейчас ждёт! Тебя такая работа ждёт! Ну, то есть, как бы ты мне подтвердила, что всё, контракт разорван, старая работа ушла, и теперь сейчас будет новая. То есть, я новую могу теперь... Всё, у меня ещё одно подтверждение в виде знака пришло, что я старую работу разорвала. Я ушла с неё. Она же... Ну, меня транслирует. А я ей говорю, слушай, ты просто расслабься, сейчас тебя такая офигенная работа ждёт. Ну, ты просто даже вообще и подумать не могла. Поверь мне! Ну, это так! Я наблюдаю тебя! Я знаю, что это... Как бы ты сейчас отразишь меня! Ну, настолько круто! Вот, посмотрим это кино. Блин, вообще! Она разорвала наконец-то контракт! Я ещё сижу, думаю, Ира, приходи вечером. Она сейчас поехала Айгуль в аэропорт провожать. Говорю, приходи. У нас там было 12 шаблонов. Говорю, будем трансформировать. Вот. Мне как раз для курса трансформации шаблонов Нужно, ну, видео записывать на каждый шаблон. И вот как раз Вот эти вот шаблоны 12 Я их загружу. Вот, давай, приходи, будем работать. А эти шаблоны связаны С разрыванием контракта. Ну, я-то уже разорвала, Она ещё нет. Вот, ей надо будет Последнюю вот эту точечку поставить С трансформацией шаблонов. И она разрывает вот этот контракт. Потому что я сейчас в ней буду наблюдать. То есть я разорвала. Это мне подтвердило. Я уже поняла, что я того человека отпустила. Работу отпустила. Всё отпустила. Я больше... Я ухожу с этих знаний Вообще в противоположную сторону. Мне этот человек не нужен Никаким образом. Блоком, который всё время маячит. Я всем говорю, да я его отпустила. Мне все. Да нет, ты его не отпустила. Я понимаю, кто и что И почему я его, оказывается, не отпустила. Теперь поняла. Ну, я не смогу объяснить, Потому что это невозможно объяснить. Сложно, ну... В моём понимании. Я отпускаю всю свою деятельность сейчас. Вот. С которой всё... И отпускаю человека, С которого всё началось. Вот. И перехожу... К тем ресурсам, которые начались... То есть я возвращаюсь в ту точку И забираю технологию, Которую мне дали Два других человека. Вот они тоже в паре как раз. Тоже пара. Взять парную технологию От двух... От одной пары. От одного мужчины, От другого. И... Блин! Айгуль с Ирой же всё время пару двух мужчин видят. Двух мужчин, двух мужчин. И я от двух мужчин Забрала сейчас две технологии, Которые я буду использовать. Один коучер, который мне дал технологию, Помог мне мою технологию увидеть. И второй, который... Азимов Сергей, Про технологию по поводу моего поля. Блин! Просто вот почему пара ещё. Ну, помимо двух контрактов, Ещё пара вот здесь. Я просто в шоке. И эта девушка мне подтверждает о том, Что она теряет работу. Её сейчас... Короче, Она мне подтверждает, Что контракт разорвала, получается. Я эту работу убираю в сторону. Она мне больше не нужна. Ирина увидит меня в зеркале, Что я отпустила. Увидит себя и поймёт, Что она отпустила. И когда она отпустит, Тот человек по цепочке, Её друг, Который должен контракт заключить, Он тоже отпустит и разорвёт контракт, Который уже год пытается разорвать с семьёй, Поделить компанией. Это вообще просто космос. Вот. И вот эта девочка... Я сейчас скажу, Понаблюдай за мной. Сейчас у меня новое дело. А я твоё отражение. У тебя сейчас это тоже придёт. Новое. Я сейчас скажу, Посмотреть эту серию. Блин. Вообще просто я охренительно Просто поработала с собой. И благодарю всех, Вот кто меня смотрит Своим вниманием. Айкуль, Ирину. И вот эту девочку. И Веронику. Да. Или Тамару. А это и Тамара работала. И с Вероникой, и Ириной. И сейчас у меня ещё Анна. И Дельшат. Блин. Я уже всё услышала. Всех вас благодарю, девочки. Просто это, ну... Это космос какой-то космический. Вы все меня офигенно просто так трансформировали. А парню особенное. Просто особенное. Ну, я не знаю. Благодарность, которая сказала, Пришло твоё время. Ты должна рожать. Я такая, бля. В смысле я должна рожать? Ты мне охренел ли? Где я сейчас мужика найду? Кого я буду тебе рожать? Они говорят, что они в магазине, дети продаются. Ну, то есть нельзя таким людям. У всех своя боль. А я понимаю, что мне рожать надо новый проект, новый отдел, новую себя, нового внутреннего ребёнка. То есть как бы роды, роды. Вот разродиться надо. Время пришло. Ну, вообще в другом направлении. Какой же умничка. А он удалил сообщение, почувствовал себя глупо. Хотя я ему написала, это про тебя, ну и мне урок. Вот. Но он как бы это, может, недопонял. Потом посмотрит какой-нибудь эфир, где я про это расскажу. Как из этих видео сделать прикольные видяшки? Чтобы людям было интересно. Интересно, интересно. Причём, мне надо это всё сейчас пересмотреть. Данелечка любимая, какая красивая. Сейчас смоет масочку глиняную. Хорошо, что она не сушит. Задержалась с ней на 5 минут, называется. Вот. И мне ещё волосы обрезали обновление. Тоже. Короче, ещё какие-то будут знаки. Буду говорить. И Дельшат пришла отношения прорабатывать. И курс сейчас по-другому у меня пойдёт. По-другому руслу просто. И консультации по-другому руслу пойдёт. А, ещё один знак. Блин, Нелли, ты зачем в эту картину мира этот знак не записала? Я выхожу. У меня просто шок на шоке. На консультацию с женщиной, с которой я работаю. Индивидуальная работа у меня долгая. Мы каждый день по часу. Или через день по 2 часа. Бывает по 3. Ну, в основном по часу, да. Мы каждый день работаем. И она говорит, ну почему я никак не могу там деньги свои получить или проявления. Я говорю, ты же не за деньгами пришла, не за проявлениями. Ты пришла научиться шаблон трансформировать. Причём тут твои деньги или ещё что-то. Не, ну я же хочу проявляться. Я говорю, ну ты пришла с вопросом, с чем мне проявляться. Я же с тобой трансформирую шаблоны. Я говорю, если бы я хотела бы, если бы ты хотела бы решить свои проблемы, я бы села бы в первый день, потрансформировала бы в себе, и ты бы всё решила. Вот. Но я-то сижу, тебя учу шаблоны трансформировать, себя не прорабатываю практически. Поэтому у тебя ничего не решается, кроме твоего алкоголизма, который... Ты пришла с алкоголизмом и с ожирением, да, там, с лишним... Ну, с обжорством. И пришла с проблемами с налоговой и заблокированием карт. Но ты посмотри, мы с тобой работали, видео есть, да, с ней. Ты говоришь, что никогда я не пила, и обжорством не страдаешь, и карты вообще разблокированы ещё были до меня, и с налоговой ты разобралась. Смотри, у тебя какие трансформации. Ты сейчас пришла вообще научиться от учителя к ученику унести свои знания, как бы. Ты не пришла же проблему решать. Потому что если бы ты решила проблему, ты бы от меня бы ушла, и мы бы с тобой не продолжали бы работать. Она это понимает. Вот. Так вот, сегодня я выхожу, и она лежит вот в такой позе. Ну, как бы сейчас. Вот, не видно. Вот в такой позе. В красном платье. Чтобы вы знали, у меня на длинных аватарках, в ВКонтакте, длинные такие аватарки, в Ютубе, я лежала в красном платье в этой позе. То есть, когда я создавала бренд блондинка в красном, у меня были фотканы жопы, где я лежу. И потом в красном платье я вот так вот лежу. И она лежит, и говорю, я себя вижу. Я себя вижу сейчас. Ты вышла в моем красном платье. Я вчера фотографии показывала Ире про мой красный бренд, про блондинку в красном. Чтобы бизнесмены думали, нифига себе, что это за блондинка тупая еще в красном сексуальном платье и не вяжется с бизнесменшей, вышла тут всех это, конкурентов раскидывает. Я ей показывала платье с блондинкой. Показывала, как я лежу в этом красном платье. И она в этой же позе, в красном платье, в таком же платье, причем в таком же, в один в один. У нее вот так вот пошив одинаковый, и она лежит в этом красном платье. И я смотрю на нее и думаю, блин, это еще один знак, что время пришло. Ира мне говорит, время пришло, часы. Чувак пишет, время пришло, тебе надо родить. Азимов Сергей мне написал, привет передал спустя 10 лет, когда он мне сказал, что надо с полем работать. И тут это красное платье еще у девочки, с которой я выхожу, в женщины. С которой я выхожу на консультацию, что вот те чувства, те ресурсы, которые ты использовала тогда, надо вытащить. Но тогда ты их не так использовала. То есть вытащить, вспомнить вот те техники, которые я применяла, да, развернуть их по-другому и использовать. То есть эти технологии есть, но я их не использовала. Боже мой, это вообще просто разрыв шаблона у меня. Ну, как бы, получается, знаки за знаками. Да. Боже мой, это просто разрыв шаблона у меня, да, разрыв шаблона у меня, да, разрыв шаблона у меня, да, разрыв шаблона у меня. Продолжение следует...